Начнем с того, что HTTP является непосредственно протоколом передачи данных, а HTTPSDS его расширение. В основу протокола HTTPSDS легла криптографическая защита. То есть перед тем, как данные попадут к нам, они проходят определенную обработку. HTTP в свою очередь является самостоятельным протоколом и передает данные без какой-либо обработки. Защищенный протокол, как правило, работает с портом 443, а не защищенный с 80. И с развитием технологий много сайтов переходит на HTTPSDS протокол. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Совсем недавно количество сайтов, использующих HTTPSDS протокол, превысило 50%. В данный момент его использование становится нормой. Однако стоит упомянуть, что огромную часть трафика через этот протокол передают много популярных сайтов. Twitter, Facebook, Google плюс ВК. Они и делают эту цифру такой высокой. Но хоть и большая часть трафика проходит через вышеуказанные сайты, это не отменяет факта, что количество сайтов, использующих защищенный протокол, увеличилось вдвое за последний год. В данный момент большинство браузеров стали предупреждать и том, что на сайтах используется протокол HTTP и не рекомендуют заходить на них. Благодаря этому HTTPSDS протокол будет становиться все более и более популярнее. Ко всему этому защищенный протокол стал быстрее. Однако и у HTTPSDS есть свои минусы. Необходимость покупки сертификата, 20 долларов в год, проблема с переходом от HTTP, снижение скорости работы сервера, много ресурсов уходит на кодировку информации. Однако для многих все вышеописанные плюсы просто-напросто перекрывают эти незначительные минусы. Переходить на защищенный протокол можно и ради SEO-оптимизации. Большинство поисковых систем выдают сайты с HTTPSDS протоколом на первых страницах. Именно по этой причине большинство сайтов, на которые вы попадаете, используют защищенный протокол. В скором времени защищенный протокол должен стать нормой для всех сайтов. Так как в данный момент его использование растет в геометрической прогрессии. И очень люди забудут про то, что есть HTTP протокол. Но все же, если сайт не использует конфиденциальные данные пользователей, то необходимости в HTTPSDS протоколе нет. Однако люди могут не доверять сайту из-за предупреждения многих браузеров. Так же, как ранее описывалось, люди очень редко будут попадать на ваш сайт из поисковых систем. Если это не так важно, то можно смело оставаться на HTTP протоколе. Но с каждым годом он будет все сильнее истребляться. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.